В эфире криминальные новости. Это проект Зона Икс. Я Карина Пашкова. Здравствуйте. И сегодня в программе. Большие планы. Наркоторговца с дурманом взяли правоохранители. Это более 800 граммов 4 смс. Обеспеченный мужчина из Дубая. Красивая картинка, в которую поверила минчанка. В итоге лишилась 16 тысяч рублей. Ставка на удачу не сыграла. Инвентаризация в магазине показала, куда пропали 11 тысяч рублей, а дальше расследование привело к сотруднице торговой точки. И мы начинаем. Фасовал товар в своей квартире и делал закладки по всей области. С крупной партией психотропа задержан курьер наркомаркета. Речь идет о более чем 800 граммах особо опасного вещества 4 смс. Как установили сотрудники наркоконтроля, 48-летний житель Гомельского района на протяжении месяца работал оптово-розничным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Товар он расфасовывал на мелкие партии, которые затем и распространял через закладки. По месту его жительства и в тайниках на территории Гомельского района обнаружено и изъято более 820 граммов особо опасного психотропного вещества 4 смс. За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в составе организованной группы задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Фигурант уже имеет ряд судимостей, в том числе за убийство. Вечеринка закончилась в стенах милиции для 19-летнего минчанина. Правоохранителям позвонил сосед юноши. Мужчина услышал звуки, похожие на выстрелы, а после заметил – одно из окон его квартиры повреждено. Сотрудники милиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили злоумышленника, разбившего остекление. Им оказался 19-летний неработающий минчанин. Установлено, что молодой человек у себя дома проводил время в компании друзей. После употребления алкоголя минчанин стал демонстрировать товарищам пневматический пистолет, который недавно приобрел. Он подошел к окну квартиры и произвел выстрелы, один из которых попал в окно заявителя и повредил стеклопакет. Сидел за компьютером, девушка сидела на диване, у меня компьютер около балкона, был сильный хлопок, и как будто в наше окно что-то прилетело. Я не придал этому значению. Девушка сказала, типа, посмотри в окно, только осторожно. Я открываю окно, осмотрелся и вижу сверху в окне в стеклопакете отверстие идеальное, шарообразное. Ну и все, и спустя минуты две я позвонил в милицию. Пневматический пистолет изъят. По данному факту возбуждено уголовное дело за хулиганство. К решению вопросов, входящих в его компетенцию, подходил с корыстным интересом. За получение взяток задержан мастер электротехнического участка предприятия в Могилеве. В отношении 47-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется расследование. От кого именно он получил вознаграждение, пока не уточняется. Но, как сообщили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями, помимо денег, а это более тысячи рублей, фигурант взял некие материальные ценности на сумму около 700 рублей. Все это было передано ему за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Так, он обеспечивал дальнейшую закупку товарно-материальных ценностей и проведение своевременной оплаты за поставленные в адрес организации товара. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На ровном участке дороги 81-летний водитель за рулем «Лады» не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Пассажиры, две женщины, оказались в больнице. А вот мужчина погиб на месте. Не учел погодные условия при выборе скорости. Это наиболее вероятная причина аварии в Сенинском районе. Водитель «Хонды» на автодороге Оршалепель допустил занос. Машина врезалась в придорожное дерево. В Лиде Мазда сбила 16-летнюю девушку. Поздно вечером пешеход переходила дорогу по переходу. После столкновения с травмой головы пострадавшую везла скорая. Схожая авария в Лепельском районе. Водитель «Тойоты» наехал на женщину, которая в темноте решила перейти проезжую часть вне пешеходного перехода. С травмами пострадавшую госпитализировали. В реанимации закончилась попытка перейти дорогу для пенсионерки в Молодежненском районе. 61-летняя женщина была на пешеходном переходе, когда попала под колеса «Ауди». Во всех случаях с наездами ГАИ проводит проверку. Игра в шашечки не осталась безнаказанной. В Борше на повороте таксист подрезал автомобиль. Перестроение с первой полосы в третью чуть не вызвало столкновения. К тому же машина небезопасно промчалась мимо пешехода, переходившем дорогу. За такой маневр таксист получил ряд протоколов и был лишен прав на два года. Шесть протоколов менее чем за час заработал житель Минского района, когда катался на своей «Шкоде» в окрестностях столицы. На подъезде к городу мужчина попал в поле зрения дорожной милиции. Все, что происходило дальше, видно на записи с камер видеорегистратора. Вот инспектор ГАИ подходит к шоферу и просит предъявить водительские права. Но в ответ на это мужчина за рулем нажимает на газ. Началось преследование. В одной из попыток оторваться, нарушитель врезался в служебное авто. Но даже это его не остановило. Погоня закончилась в Минске, на заправке на улице Кижеватова. Как выяснилось, водительских прав у 35-летнего лихача вовсе-то и не было. Его их лишили после ДТП. Машину беглеца отправили на штрафстоянку. Иран сотрясло землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки зафиксировали недалеко, на севере страны. Пострадали не менее 9 человек. У них нетяжелые травмы. Также сообщается, что в результате землетрясения пропал свет и интернет у части абонентов. Продолжим через несколько минут. Реклама на канале. Это программа «Зона Икс». И мы продолжаем наш выпуск. Бизнесмен из Дубая выманил у минчанки свыше 16 тысяч рублей. На сайте знакомств у женщины завязалась переписка с пользователем. Мужчина хвалился высоким доходом и рассказывал, что инвестирует в криптовалюту. После недолгого общения предложил собеседнице помощь в организации аналогичного заработка. Вскоре на связь вышел финансовый аналитик, который и рассказал, как и куда инвестировать деньги. Демонстрировал рост прибыли и однажды для большей убедительности помог обналичить небольшую сумму. Сделки были прибыльные. И, конечно, у меня это такой энтузиазм. Думаю, ничего себе, я там вложила 250 долларов и потом уже какая-то прибыль. То есть мы уже даже эту сумму, наверное, больше 250 долларов за пару дней мы заработали сверху. После чего с ней связался сотрудник комиссии по ценным бумагам из-за границы и сказал, что его заинтересовала деятельность потерпевшей на бирже и это является правонарушением. И ее счет может быть заморожен. Во избежание этого необходимо было подтвердить свою платежеспособность, перечислив на биржу еще криптовалюту. Девушка поняла, что ее обманывают и обратилась в милицию. В общей сложности Минчанка перечислила более 16 тысяч рублей. В Минске десятиклассник под угрозой обыска в квартире вскрыл болгаркой родительский сейф. Ему позвонили мошенники. Они напугали школьника, что его родители перечисляли незадекларированные деньги в Украину. О схеме обмана рассказали в МВД Беларуси. По их данным, все манипуляции с сейфом подросток выполнял под чутким руководством аферистов. Оставаясь с ними на связи, а после хранившиеся дома драгоценные металлы, ювелирные украшения и деньги, более 175 тысяч рублей передал курьеру. Должностные лица не связываются с гражданами по рабочим вопросам в мессенджерах, не просят оказать содействие в поимке злоумышленников, взять кредиты или перевезти деньги куда-либо. Будьте бдительны. Если вам поступают подобные звонки, незамедлительно прервите разговор, свяжитесь с тем, о ком вам рассказал незнакомец и обратитесь в милицию. Регулярно напоминайте пожилым родственникам и детям об уловках аферистов и предостерегайте несовершеннолетних от сомнительных заработков в качестве курьеров. Плановая инвентаризация в одном из магазинов Витебского региона помогла выяснить, куда пропали более 11 тысяч рублей из кассы. Замешана в деле оказалась сотрудница торговой точки, а причина ее поступка – страсть к онлайн-казино. Для того, чтобы скрыть недостачу, женщина оформляла фиктивные товарные отчеты. И так на протяжении шести месяцев. Правоохранители установили, что мотивом совершения хищения стало желание женщины выиграть в онлайн-казино. Так, в период с июля по декабрь 2023 года она брала деньги из кассы, чтобы сделать очередную ставку. О событиях по линии спасателей далее в эфире передаю слово Александру Камовичу. Впоследствия стихии ликвидируют по стране специалисты. Минувшие выходные выдались весьма ветренными. Порывы достигали до 24 метров в секунду. Зафиксировано 70 случаев падения деревьев. Повреждены больше полутора десятка автомобилей и крыши двух сельхозданий. В некоторых населенных пунктах были проблемы с электричеством. Пожар в Минске унес жизнь человека. Еще двое в больнице. Трагедия произошла сегодня утром. В МЧС поступило сообщение, что горит квартира в многоэтажном доме по улице Голубева. Когда спасатели были на месте, на шестом этаже был виден дым. Оказалось, что пламя вспыхнуло в кухне. На балконе огнеборцы нашли двух женщин. Их вывели на улицу. В кухне на полу без сознания лежал хозяин этой квартиры. Мужчину также вынесли на свежий воздух. Впрочем, его спасти не удалось. Медики констатировали смерть. Супруга и дочь погибшего в больнице с отравлением. На пожаре в Ивацевичах едва не погиб местный житель. Поздно вечером в МЧС сообщили о ЧП на улице Депутатской. Из окна квартиры на четвертом этаже шел дым. Соседи рассказали пожарным, что в комнатах есть люди. Во время разведки в квартире нашли мужчину. Его вынесли на чистый воздух и передали медикам. Пострадавшего госпитализировали. Огонь повредил вещи в квартире и внутреннюю отделку в комнате. О причинах ЧП не сообщается. В Орше горела площадка с древесиной. Почти 50 кубов пиломатериалов повреждено. Инцидент произошел утром. Огонь разгорелся на открытой площадке местного лесхоза, где хранили дерево. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Причина устанавливается. После ДТП в Борисовском районе помощь понадобилась водителю. Авария произошла вчера вечером вблизи деревни Стаи. Столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. В последнем элементы кузова зажали женщину-водителя. С помощью специнструмента ее деблокировали и передали скорой. По информации МЧС, в маршрутном такси находились 7 пассажиров и водитель. Они покинули микроавтобус самостоятельно. По результатам обследования в больницу угодили 3 человека. Из них двое несовершеннолетних. Следователи разбираются в обстоятельствах смерти на водоеме в Костюковичском районе. Сообщается, что в минувшие выходные там утонул мужчина. В МЧС о трагедии сообщили очевидцы. Бездыханное тело было в искусственном пруду в деревне Студнец. Предварительно мужчина утонул несколько дней тому. Катаклизмы погоды в пустыне. На севере Саудовской Аравии выпал снег с градом. На кадрах видно, как на раскаленных барханах образовался тонкий снежный покров. Снег лежит крупой и не тает. При этом синоптики предупреждают о возможных грозах, ливнях и наводнениях. Осадки сделали небезопасными местные дороги. Несчастный случай в Перу во время футбольного матча. Испортилась погода, пошел сильный дождь и игру было решено остановить. Спортсмены уже начали покидать площадку, как внезапно разразился удар молнии. Прямое попадание разряда защитника команды стоило ему жизни. Электрической волной зацепила его коллег. В итоге со страшными ожогами госпитализированы семь футболистов. Эта трагическая история как никогда иллюстрирует строки из произведения великого русского писателя Михаила Булгакова. Человек смертен. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Такой была программа «Зона Икс» сегодня. Криминальные новости есть на ютуб-канале проекта. Также следите за нашим аккаунтом в инстаграм. Редактор субтитров А.Семкин